Сегодня мы расскажем, как с помощью Pyrus можно быстро создавать формы обратной связи, анкеты и опросники и легко обрабатывать их результаты. Веб-формы Pyrus – это удобный способ проводить любые опросы, а также собирать заявки от ваших клиентов. Оформление заказа, заявка на мастер-класс, анкета на вакансию, опрос удовлетворенности сотрудников, голосование по летнему корпоративу. Вариантов применения веб-форм Pyrus множество. Такая форма доступна по ссылке, поэтому ей легко поделиться в соцсетях, мессенджере или рассылке, а можно встроить ее на свой сайт или в приложение. Регистрироваться или заходить в Pyrus для ее заполнения не нужно. Можно легко проводить анонимные опросы. Если вы сами не спросите имя в анкете, то никто его и не узнает. Заполненные формы приходят в Pyrus в виде задач, и их сразу может обрабатывать нужный сотрудник. Вы видите каждый ответ – общий реестр со всеми заполненными формами, а также аналитическую сводку по ним. Давайте вместе настроим и подключим веб-форму обратной связи для сайта школы английского языка. В чистую форму добавляем необходимые поля – имя, почта, телефон, описание вопроса. С помощью поля выбор создадим выпадающий список с возможными темами сообщения. Сделаем некоторые поля обязательными для заполнения. Теперь настроим маршрут обработки. Пусть в зависимости от тем обращений на них отвечают разные специалисты. Так формы будут автоматически распределяться по профильным сотрудникам. Например, технические вопросы сразу попадут в IT-отдел, а отзывы – в отдел контроля качества. Чтобы была возможность продолжить общение по заявке с клиентом, подключим к нашей форме интеграцию с электронной почтой. Сопоставим поля формы и содержимое письма. Далее введем нужный адрес электронной почты. Авторизуемся в ней. И дадим Pyrus'у доступ. Теперь ответить клиенту на почту можно будет прямо из системы, а его ответы будут превращаться в заявки в Pyrus. Теперь подключим саму веб-форму. Укажем название и цвет кнопки для отправки сообщения, а также текст, который увидит пользователь при нажатии на нее. Логотип вашей компании подгрузится в форму автоматически. Если он не нужен, уберите галочку в настройках. Не забудьте прописать сообщения, которые будут видеть посетители страницы с формой, если вы ее отключите. Теперь активируем нашу веб-форму. Мы видим код для ее размещения на сайте. Но она также доступна и по ссылке, которой можно поделиться в мессенджере с клиентами или с подписчиками в Инстаграме. Кстати, на сайте можно разместить ссылки на несколько вариантов одной и той же веб-формы, в зависимости от темы страницы или запроса клиента. Например, на странице с предложением бесплатного первого урока можно вставить форму с предзаполненной темой пробный урок, а на страницу с ценами с темой стоимость и оплата. Чтобы получить такие ссылки, откройте форму и выберите один из вариантов. Скопируйте ссылку. По ней будет отображаться форма с выбранным вами предзаполненным полем. Затем повторите то же самое со вторым вариантом. Можно вообще сделать предзаполненное поле невидимым. Для этого добавьте букву H в адрес ссылки. Все заполненные формы появятся в общем реестре. Их можно отфильтровать, например, по теме, а также по другим параметрам, которые вы добавите в свою форму. Доступ к ним тоже можно гибко настраивать. Например, так, чтобы сотрудники видели только свои формы. Для этого они должны быть менеджерами части процесса, а в условиях нужно указать тему заявок, к которым мы хотим дать им доступ. В сводке мы видим статистику по заполненным формам. Например, по каким темам клиенты обращаются к нам чаще всего. Сводка будет отличаться в зависимости от содержания вашей формы. Например, в опросе про корпоратив вы получите цифры тех, кто отказался, точно идет и еще думает, а значит не потратите лишнее на еду. Теперь вы можете за 5 минут создать опросник для любой задачи, следить за поступлением ответов, не прыгая по вкладкам браузера и другим системам, и здесь же видеть всю статистику по ним. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и жмите колокольчик, чтобы оперативно узнавать о выходе новых полезных роликов о работе в Пайрусе. Если у вас остались вопросы, задавайте их прямо в комментариях, в нашей группе профессионалов на Facebook или напишите нам на supportsobaka.pirus.com.